Очень свежий. Назад еще маленький кусочек. Нет, спасибо, Татьяна. Совсем маленький, смотри, какой он нежный. Он у тебя растает во рту, как масло. Я больше не хочу, Татьяна. Понятно. Все уже не хотят. Вы почти не притронулись к мясу. Что, невкусно? Очень вкусно, мадмуазельяна. Когда я видел, как это жарко, мы вынимались из духовки, с такой красивой корочкой, так вкусно пахнущей, с этой румяной картошкой, помидорами и перцем, порыжавшим от масла, я думал, что смогу один это все съесть. Но не получилось. Не получилось. Пойдем. Подышим немного. Скажи мне, Абкар, в депортации ты был вместе с моими братьями. Да, месье Гоп. Я был с ними. Вы были правы тогда, в то воскресенье, когда при выходе из церкви жандарм кричал, что все взрослые армяне должны явиться утром в жандармерию. Вы тогда сказали, надо бежать сейчас же и не жалеть о том, что оставляешь позади себя. Ваши братья, Арам, Миран, Ионик, остались, чтобы спасти имущество Закарьяна и сына. И они потеряли и имущество, и жизнь. К счастью, у вас остался кусочек семьи. Кофе готов. А тебе уже пора спать. Хорошо, что я вас нашел. От отца к сыну мы всегда работали у Закарьяна, и вы никогда не давали нам почувствовать, что вы хозяева. Не говори глупостей. Абкар, вы знали сына месье Папазяна? Доктора Васкена Папазяна из Парижа. Мне его не знать. Он замечательно держался. Он был с нами в то утро, в понедельник. У нас было 4 или 5 тысячи жандармерей, а во главе наш старый пископ Северопы. Нам сказали, сказали, что нужно перевезти население из-за военной опасности. Нам обещали дать при выезде из города тележки по 200 литров за каждого. у кого были деньги, платили за тех, у кого их не было. Когда через 2 часа мы попросили эти тележки, жандармы подняли нас насмех. День за днем мы шагали под палящим солнцем в пыли, без питья и без еды. Мы встречали конгои из Харпута, Бурса, Измита, Адатазара и Дребиторда. Это были тысячные толпы отовсюду. КОНЕЦ 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 В Афтеване мы проходили мимо сотен и сотен безглавных трупов. командующий турецкими войсками давал по 600 ливров за каждую голову армянина. Но самым невыносимым были крики детей, которых жандармы связывали подвое и сбрасывали со скал в Ефрат. Мы матерей, потерявших рассудок. Там была одна, обезумевшая от боли мать. Она танцевала, танцевала. А что стало с отцом Сиропе? Чтобы унизить, турецкие жандармы разделили его. Этот старик с его белой пышной бородой был прикрасен и диабно жён. Сначала я думал, что высшие власти не знают о том, чему нас подвергают и что все несчастья исходят от жандармов, которые нас окружали. Когда губернатор Джефф Дед Бэй проходил мимо нашего конвоя, я стал кричать. Джефф Дед Бэй! Отпустите его. Кто ты? Что ты хочешь? Меня зовут Абкар, ваше превосходительство. Я хотел бы с почтением, ваше превосходительство, я хотел бы, чтобы вы знали, что нас убивают. Нас были тысячи, а сейчас нас только несколько сотен, бессильных, с окровавленными ногами. Мы дадим новую обувь Абкару, неснашиваемую обувь. А остальным ваше превосходительство. Ты покажешь им свою, если модель им понравится, мы дадим им такие же. Спасибо, ваше превосходительство. КОНЕЦ 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 Откованного как животное, жандармы отвели меня от моего конвоя. При каждом шаге, как будто тысяча иголок вонзалась в мое сердце. Но в то же время, нечто более сильное удерживало меня остаться живым. чтобы сказать, что я видел ад. Из конвоя в несколько тысяч депортированных они оставили в живых около сотни человек, чтобы доказать иностранным консульствам, что это было простое перемещение населения. Последним мы проходили город Алиб. После Алеппы была пустыня и смерть от жажды. Не вижу большую, огромную лужу с водой. Это обман зрения. Это называется миражом. Когда мечтаешь о воде, кажется, что видишь ее. Это вода. Но это только кажется. Богом клянусь. Может, мне это и кажется, но я чувствую, там есть вода. Слушайте меня, куща Геуров. Эта вода принадлежит нашим друзьям, курдам, которые согласны продать ее вам немного. Кто хочет пить 100 ливров? Вы же хорошо знаете, что у нас больше ничего нет. Вы все у нас отобрали. Эта вода не принадлежит ни курдам, ни туркам. Это вода для всех, потому что это вода с неба. Послушайте, господин офицер, меня зовут Васкен Папазян. Я доктор медицинских наук при институте в Париже. А так как я врач, то я должен оказать помощь любому человеку в опасности. И приказываю этим людям пить эту дождевую воду. КОНЕЦ 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 Моё тело тоже изнавало от жажды. Я готов был выпить море вместе с его рыбами. Но чтобы избежать смерти, я изобразил мертвого. Я не должен был походить на труп, которого стоило обыскивать. Долго я оставался неподвижным глядя на невыносимое, на глаза вашего брата Арама. Его глаза, которые я так часто видел, смеющиеся, его глаза как бы говорили мне, ну почему же я умер? Сколько времени мне находился в этой дыру летел? Не знаю. Но я подобрал походивший на караван. Это были тоже турки или курды, но другие. Из всех, кто там был, вернулся я один. Но я уже ни на что не годен. Не знаю, сколько я еще смогу продержаться с таким здоровьем. Я мечтал вернуться с этих дорог к смерти и рассказать людям, что один человек может сделать с другим. Тем вечером Абкар с его скорбным лицом вдруг вырвал меня из мира волшебницы шалости. Я неожиданно понял, что этот пароход фантом, который однажды должен был привезти ко мне двух моих старших братьев и сестру, был только сладкой ложью, чтобы отсложить мое горе. Чтобы обмануть смерть, моя семья разделилась на двое. Случайно мы остались в живых, а остальные погибли в сжигающих песках пустыни. И в тот вечер я расстался с детством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова